Обсудить необходимость реформы системы органов местного самоуправления собрались представители общественного совета при администрации Куйбышевского района. Десять лет в Самаре действует двухуровневая система. Внутригородские районы являются отдельными органами местного самоуправления. При них сформированы депутатские корпуса. Выделяется отдельное финансирование. Опыт показал низкую эффективность такой системы. В теории все звучит достаточно гладко, но на практике бюджета недостаточно для исполнения тех полномочий, которые определены. Полномочия с городом недостаточно четко разделены и часто возникают так называемые серые зоны, когда непонятно, кто же все-таки отвечает за конкретный вопрос. На двухуровневую систему местного самоуправления Самара перешла в 2015 году. Это был эксперимент, к которому помимо Самары присоединились Махачкала и Челябинск. Эксперимент себя не оправдал. Все предложения, которые сегодня возникли, были предложены, конечно же, понесется в массы. Все женщины нашего женсовета будут строить свои беседы, встречи с населением нашего района. Сейчас предлагают вернуться к системе, когда жители напрямую выбирают парламентариев в городскую думу. При этом внутригородские районы должны войти в состав администрации города. Предложения о реформировании органов местного самоуправления не только обсудят члены общественных советов при администрациях, но и вынесут на публичное слушание. Мы должны со всех донести, чтобы не было потом вопросов, почему именно так. Возможно, нужно проводить какие-то встречи еще дополнительные с жителями района и там более детально, более подробно объяснять им. Если жители поддержат инициативу, городская дума выйдет соответствующим предложением о внесении изменений в устав города. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский, События.